Всем привет! Идем мы в кинологический клуб с вопросом по документам. Забрали документы. Мы сейчас с Бутюшкой пройдемся. По подаркам нужно еще разобрать. Сегодня у нас 29 декабря. Нашим щеночкам месяц сегодня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В общем, Бетти что-то у меня задирает лапу, непонятно. Какой-то магазин лапусик, это что-то там ни разу не было. Но я хожу в определенный уже зоомагазин, который мне нравится у нас. Что-то еще есть. Ну, в общем, нравится мне этот район. Мне он всегда нравился, я здесь жила. Я думаю, по видео помните немножко. Ну, конечно, домов понастроено очень много за это время. Это почти 6 лет, я живу в другом районе. Но этот мне нравится. Этот дом вообще в поле, грубо говоря, стоит. Мне кажется, он холодный. Я знаю. Сейчас дойдем до центра. Там надо пижаму купить. Не себе, а на подарок. В общем, на подарок девушке-брата. Потому что он не знает, что ей дарить. Я надеюсь, Алина не смотрит это видео. Тижек. Что за Тижек? Что за Тижек? Магазин по улетным сценам. Что, можешь зайти? А вдруг тебя нам с тобой не пустят, блядь? Ну, ладно, зайдем. Я на самом деле хотела еще в светофоры зайти. Там еще что-то. Она открывали какой-то. Ну, эти... Салфетки подешевле, наверное. Влажные. 99, это не так уж и. Пошли дальше. Ну, цены как цены. Ничего интересного там не нашла. Единственное, там чистенько. Не как в светофоре. То есть, подобие склада идет. Я зайду в светофор сейчас. Еще посмотрю там что-то. Пеленки, может, для одноразки возьму. Потому что Юси очень часто ходит в туалеты. Многоразовые я замучилась стирать именно. Я очень люблю многоразовые. Я ее уважаю. Но собака ходит один раз. И приходится уже стирать. Через дороги тут перебега. Хлеб здесь продается. Пряники. Я здесь была, кстати, на экскурсии, когда была маленькая. Нас в школу возили. А следующий завод – это радиозавод. По этому району мы сейчас с вами не ходили. А потом будет следующий завод. Экскурсии по Мурому. Ну, а что? Я вас услышала, что вам это нравится. Вот радиозавод Муромский. У нас в городе много заводов. То есть, раньше, наверное, этот город за счет этого и жил. Да и в принципе сейчас все у нас работают на заводах. Зарплаты у нас маленькие. Но каждый, наверное, рассчитывает, на какую сумму ему жить. И расходы, наверное, у каждого разные. Такие елки красивые. Ну, в общем, знаете, человек может и на 20 тысяч прожить даже вдвоем. А может и 150 быть мало. Поэтому нужно уметь как-то рассчитывать бюджет. Не важно, сколько вы зарабатываете. Поверьте мне, люди как-то и на 10 тысяч живут. Большие с детьми. Одинокие мамочки. Так что в каждом регионе практически такие зарплаты, как в Муроме. Но цены на продукты, кстати, одинаковые, что, например, на севере, что у нас одни и те же цены. Единственное, что квартира у нас дешевле. То есть у нас за 8 миллионов можно купить шикарную там квартиру, чуть ли не пентхаус. В новостройке трешку. Офигенную просто по квадратам. С евро-ремонтом можно даже. А в Москве, да даже под Москвой, за цену даже однушку не возьмешь. Так что, ну, я расставила приоритеты. Я люблю свой город. То есть и это моя мотивация переехать в более комфортную жизнь. И я так и говорю, блин, ну, в Москве ты бы вряд ли куда-то переехала. Ну, я люблю крупные города, но я никогда не хотела туда переехать. Я люблю вот спокойствие. То есть мне нравится Муром. Я ничего с этим поделать не могу. Я съездить могу в другой город, в другую страну. Но я люблю свой Муром. Если раньше я этого не понимала, то гналась, типа, там, знаете, за модой какой-то там жить в другом городе. Сейчас нет. Я могу уехать пожить где-то, отдохнуть. Но мне нравится мой Муром. Я думаю, муромские меня поддержат в комментариях, кто живет в Муроме. Я думаю, вы тоже ничем не жалуетесь. У нас сейчас все есть. Все условия, все магазины, все кафешки. Все есть. Доставки. Если еще раньше я считала Муром деревней, то нет. Сейчас у меня другое мнение. Следующий завод. Энергомаш что-то там. Будто бы я много знаю о заводах. Нет. откуда я иду, там еще фанерный завод. Так, не люблю людей снимать. спасибо за информацию, дядечки. Так, до Нового года осталось два дня. Подарки подарены уже. Осталось. кстати, брату надо что-то подарить. Ему почти 18 лет уже, кто не в курсе, так время пежит быстро. Я думаю, я ему жидкость куплю. пеперки, пеперки парилки. Все это мальчикам интересно. Не, я считаю, это его выбор. Хочет, пусть парит. Ну, как бы. Его девушка против, а я считаю, что у каждого есть свой выбор. жизнь одна, если тебе хочется, то делай. Это твоя жизнь. Так же и я, ну, своему мужу, как бы, ну, не запрещаю, либо хочешь, ну, мне пофигу. Я вот не курю, не пью, только по праздникам. И только кальян. Ну, мойка. Салон цветов открылся, лаванда. И дальше уже идет светофор. Мы сейчас туда с вами зайдем. Путешествуем с вами по Мурому. Как мне написала одна девушка в комментариях, что любит путешествовать по Ютубу. Говорит, даже летаю в космос. Вот так. Благодаря нам, блогерам, можно, ну, посетить разный город, разные страны. Пускай я не снимаю про особое путешествие, но я обязательно вам сниму летом, потому что у нас планируется путешествие. Вот. И в ближайшее время тоже планируется. Все это сниму. Пускай не... Я никогда не выкладываю. Типа, вы знаете, сегодня у нас 29 число, я выложу где-то в январе. Просто привыкните к этому, потому что я снимаю практически каждый день, и все это не выложишь в один день. То есть у меня есть определенный график, и сейчас я в него встаю. Пускай на Ютубе ничего не платят, но мне нравится снимать. Я в надежде, что когда-то все-таки включат монетизацию опять. Вот светофор. Завод. Нет, светофор я, наверное, что-нибудь куплю. Он большой. Вот такого формата точно еще не было, чтобы я еще с вами по магазинам ходила. У меня просто сегодня Денис спит, решила выспиться, и я вот иду. Ящики я вот эти беру, одежду, товар в нем храню. Удобно. Смотрите, вот, размер XL 76 рублей. Думаю, берем. У нас был, кстати, тележку, что ли, взять. Ну, для собак тут вот что-то есть даже. Колечико целый. Сколько тут килограмм? 1,9 килограмм. 1,9 килограмм. Какие-то корма. Но я не советую это покупать, конечно. Не надо вам это. Отдел сладкого мне всегда нравился. Здесь можно килограмм карсет купить очень дешево. и они будут такие же. Может, даже возьмем чему-нибудь. я думаю, у каждого есть в городе светофор. может, чипсы какие-нибудь будут? Вон, какие-то 50 рублей. Читес какой-то интересный. Мороженое. Альпентгольд 40 рублей. Обычно здесь, знаете, сникерсы даже, трицеп и орео были. Прямо такие же. Сейчас вот альпентгольд. К сожалению, альпентгольд я не люблю. Но здесь всегда разные. Салфетки, кстати, очень вкусно пахнут. Может, мне, конечно, кажется. Ну, что-то вот так, чтобы еще что-то взять, я не знаю. Мы просто уже запаслись хорошо к новому году. А мы все продолжаем идти. Сейчас перейдем через мост и уже начнется цивилизация. А то я вам вечно какие-то заводы, заброшенные школы показываю. Ну, мне кажется, в каждом городе есть такие районы. Это же Россия. Здесь был элеватор, его снесли. Просто он рухнул, как карточный домик. Жесть. Может, назад тоже здесь пойдем. Если идти по ЖД путям, можно дойти до моего дома. Не знаю. Сейчас схожу, куплю подарок и кофе возьму. Бургер Кинг зайду. А может еще и Зоузавра зайдем. Наверное, зайдем. Ну, короче, вот так начались мои выходные. Сейчас посылочки нет смысла отправлять. Я уже все с 3-го числа их начну отправлять. Я отдыхаю уже. Вот сегодня у меня такой день, что я решила прогуляться. Я люблю гулять одна. Я часто это делаю. Мне нравится проводить время сама с собой. Я люблю идти, думать, слушать музыку. Ну, в общем, я такая. Сейчас мы идем на улицу Куликова в торговый центр, где я раньше работала 4 года. Я работала в сотовой связи Йота. Я, по-моему, ну, в тот момент, я, знаете, забросила канал. Вообще, там, дура, короче, была. В тот момент, когда я забросила снимать. Ну, вообще, это, знаете, такой опыт. Я там, ну, я не жалею, что я там работаю, у меня там много друзей нашлось, и с некоторыми до сих пор общаемся. Я работала еще в Теле-2. Я, короче, ушла из Йота, перешла в Теле-2, вот такой окидок. Но там зарплата была выше. Что, понятно же, почему я ушла. Мне, кстати, нравится свой телефон тем, что он не разряжается на холоде. Я не рассказывала, но три месяца назад я сменила телефон, поэтому качество видео и звук стало лучше. Раньше меня постоянно ругали, что я тихо говорю, что меня не слышно. На самом деле, у меня небольшая проблемка с микрофоном, но сейчас ее нет на восьмерке. Там просто он загрязнился. Вот, из-за этого меня было плохо слышно. Я думаю, вы уже заметили, что качество видео намного стало лучше. Я купила себе телефон, ну как, на подарочные деньги, айфон 13. Качество мне прямо очень нравится. И вообще сам телефон нравится. Маленький, аккуратный. У меня не промоакс, а просто 13 на 512 гигов я взяла для видео. Отлично. Знаете, я люблю снимать видео комфортно. Поэтому решила сменить телефон. Тот сначала хотела продавать, а сейчас вроде как бы он мне тоже нужен. Не знаю. Я его покупала в то время за восемь, нет, за 77 тысяч. Он у меня 8 плюс на 256 гигов. Я и этот хотел на 256 типа. Просто в наличии был только 512 либо 128. 128 мало, ну как бы мало. 512 было много. Но что делать, загорелось, пришлось добавлять. Три месяца назад я его покупала за 115 тысяч. Сейчас это, конечно, дешевле уже. Ну пофигу. это не угонишься, знаете, мне именно тогда хотелось. Айфоны то падают, то растут. Сейчас уже 14 вышел. Они все между друг дружкой похожи, поэтому нормально. Блин, 70 секунд ждать. Ненавижу ждать. Бетти, шарик. Куда ты полезна? Бетти. все, мы пришли к пункту назначения. Все к Новому году закупаются, на жертвущее тьмнище. Но мы вчера съездили, мы всегда 29, 28 ездим. Нет, сегодня 29, мы 28 съедали, 27 заранее. Я говорю, мы с тобой психованные, мы такие очереди не выдержим. Да вообще нам сбермаркет все привез, мы чисто алкоголь купили. Все, мы купили костюм в подарок и ждем Burger King. Мне понравилось отношение в костюме, ну, в отделе белья. к Бетте так хорошо отнеслись, даже спросили наши контакты, там с ним Корги нравятся. В общем, разговорились, такая там хозяйка приятная. тут зао-магазин есть. Тут зо-магазин есть. сонлайт и пицца. И пицца. Ну, пиццу мы вчера с Денисом ехали в кафешку ходили. Здесь, кстати, посылки отправляем. Продолжение следует... Продолжение следует... Своим еще не набрать, потому что у нас запас нормальный. Я очень надеюсь, что у них нет скидок сейчас. Вот серьезно. Ой, Батька, бежим. Братья, бежим. Боже, я как-нибудь нормальная. Так, для муромских информации, где находится зоозавр? Вот торговый центр «Мармелад». Мы идем в пятерочку с вами, и там будет зоозавр. Скользко очень. Как бы не на «Е», короче. Покажу вам покупки, которые перед Новым Годом. Понятное дело, алкоголь. Вот это вино я бы, наверное, могла посоветовать. Я тот человек, который не любит алкоголь, вкус алкоголя. Но это вино я могу пить. Также шампанское. Это виски. Мы такое вот берем не первый раз. Это вот такие вот мягкое, которое я могу пить. Добрый, по традиции, показываю. Также мы взяли мороженое по 290 рублей. В красно-белом все намного дешевле покупать из такой продукции. Вот. Мы не какие-то алкоголики. У нас все это все может долго стоять. Также взяли масло, икру. У нас лососе. Короче, чтобы делать ротолетки. Наш любимый зеленый сыр с пестом. По традиции, также как мы делаем конфетки. Полкилограмма 200 рублей. Всяких разных тонн. И марс или. Это там. Конфетки к чаю, что будет. Вот здесь было. Настя открывает лец и не ест. И, видите, ну это уже, ну, в хорошем. Это одно маме. Потому что она купила по ошибке другой номер. У нас не ехала, но она не искала. Именно такие, они как логманные. N13. Балгетте. То есть это не аспагетти. Вот такие вот и покупки. Все остальное у меня, в принципе, что нам нужно. Для салата горошек есть. Сыр с лисичками я сегодня взяла. Есть салагуни. Колбаска есть, чтобы порезать. Фрукты есть, в принципе. Рыбка. Батат я буду запекать, рыбу делать. Два салата. Возможно, закажем ролла. И все. Нам, в принципе, ничего не надо. Я не собираюсь. Я сделаю сырную тарелку, фруктовую. И больше ничего не собираюсь делать. Нафиг нами. Я сделаю цезарь и оливье. И рыбу с бататом запеку. Чем-то заморачиваться нет. И вот тартарецки. В этом году мы дома вдвоем, поэтому смысла очень нет. Ну, как вдвоем. Вот с этими чадами. Написали. В этом году у нас все скромно. Ну, как? В принципе, я считаю, нормальный смысл, что наготавливают им всякие вот эти. Мы вообще мало едим. Мы с Денисом всегда как на питьевой диете. Мы любим всякие молочные коктейли, там энергетики. Мы вообще как будто только пьем. Тем более с появлением блендера мы еще вот это вот пьем. Поэтому. Когда так? Клюшка. Клюшка. Заходи. Пошла. Кушай, пикун. Кушай, кушай. Сегодня 28 декабря. Я для отчетности, потому что я видео укладываю не день в день, но я очень мечтаю укладывать день в день. Стегаврики выбегут. Уже не активно. Че-то завтра на месяц. Вот что делают. Прещепки грызут. Пеленку менять. Пока мы тут ездили по магазинам, уже все убила. За пеленки одноразовые взяла. Богостелить, потому что Юська ходит как-то жутковато в туалет. Я извиняюсь за подробности. Но. Стирать чистые пеленки из-за того, что она просто сходила один раз я не хочу. Ела? Да, да. Еси. Еси. Стирать чистые пеленки. Стирать чистые пеленки. Стирать чистые пеленки. Стирать чистые пеленки.